Приветище и добро пожаловать в мою таверну под названием Грязный Пупок Кабана. В принципе как... О! Лого поменялось, нифига себе! У меня не было такого пронзающего стрелой поросёнка. Чё, как? Видимо игра обновилась. Народ, а чё вы... Ах, да, я думаю, а чё они все на работу спешат, мимо меня проходят? Потому что у меня закрыто было, а теперь открыто. Шесть утра и все попёрлись. Здорово! В общем, мы здесь продолжаем улучшать нашу таверну убитую, которую я купил не знаю за сколько, может мне по наследству досталось. Может быть я у кого-то её забрал, отобрал. Рэкет себе делал, ну забрал-то навряд ли меня б тут отмудохали где-нибудь в тёмном переулке скорее. В общем, теперь я торгую колбасочками по 10 монеток и элем по 10 монеток. Нам сейчас нужно, кстати, заказать... У меня тут уже три бутылки, точнее кружки. Какие бутылки будут? Вот у нас нету. Мы продаём исключительно вонючее. Вот как я сейчас налил, такое же вонючее пиво по языку мне. Какое пиво? Эль! Мы элем торгуем. Надо убрать теперь за собой санину. Вроде как наливаю какое-то пойло, такое ароматное, да, выглядит как санина. Здравствуйте! Значит, надо пойти ещё заказать нам с тобой пойло. Обязательно. Проще называть это пойло, а не элем, потому что я вечно его путаю с пивом. Хотя с чего бы! Поскольку я пиво даже не пью, не употребляю, как бы... Какого лешего? Да-да-да, я уже несу. Мне срочно нужна официантка. Красивая официантка, которая будет получать большие чаевые. Рад вас видеть снова. Вежливый хозяин плюс один к репутации. Меня это радует. Может, колбасочки вам подать? Вот у меня тут такие пахучие колбаски висят, смотри. Я ж могу тебе ещё дать. Держи. А ты чё такой бледный? С вампирами дрался, что ли? Плохое бухло ему дал, вонющее. Но зато я рад тебя видеть. Хоть как-то мы себе репутацию поднимем. Бухайте, наслаждайтесь своей никчёмной жизнью. А я пойду, подумаю, чё ещё из мебели можно заказать. Или как вообще апгрейдить таверну. Так, лучшалочки мои. Стол для блюд. Кстати, классная тема. Стол для хранения заказов. Я, пожалуй, его в следующий раз прикуплю, когда у меня будет рис монет. Что ещё? Что ещё? Склад. Нет, склад не буду расширять. Сковорода. Главное оружие повара. Обязательно надо купить. Мало ли, будут какие-нибудь буяны у меня появляться. Да-да-да, я бегу уже, забираю вот тут вот всё. А, тебе ещё дать? Да не вопрос. Где ж ты раньше-то был? Вот это я бы забрал у тебя кружечку. Блин, они так, как будто стопочки. Не кружки берут, а стопочки. Так аккуратненько. Указательным и большим пальцем. Колбасочку, да? Колбасочку я завсегда рад, а то что-то она плохо идёт. Мне надо пять колбасин продать. Две уже продано. И десять эля. Пять я уже продал. Ещё пятёр осталось. О, конягула приехал. Этот я забираю у вас бочечку. Сюда. Четыре стакана эля. Эля, вообще есть имя такое, эля. Давай-ка нальём сейчас ещё пару кружечек. Там как раз два посетителя пришли. На стол они сейчас у меня усядутся. Усядутся для парных посещений. Так сказал, как будто у меня тут клуб анонимных знакомств. Всё, это я забираю. Вот, отлично. Ты ещё хочешь? Да сколько бухать-то можно? Держите. А вот эти чуваки, чё ушли? А чё вы ушли? Они, видимо, вот за этим столиком сидели. Я не увидел их просто. Я послужил, и они ушли. Ну ладно, бывает, ничего страшного. Эля, я продал уже восемь штук. Ещё две банки. Ещё две банки. Будут им пофиг банками. Не кружками, а банками. Это всё помыть надо. Восемь посудин у меня уже тут? Серьёзно? Вот это я засрал. Свою таверну. Держи. Ты больше бухать не будешь? Всё, сваливаешь. Наконец-то. Спасибо. Надо опять поговорить со всеми новоиспечёнными алкашами. А, вы уже ушли? Блин, не успел с ними поболтать. Ну ладно, ладно, ладно. Кружку я уже взять не смогу. Буду тогда мыть посуду, наверное. Столько дел, столько дел. Не в проворот просто. А всего лишь 10 утра, представляешь? Да ёлки, я запутался. Давай быстро помоем тут всё. Убирай уже. Быстро моем кружечки. И с панчбобом губочкой отмываем все пятна. Они как будто сморкались в эти кружки, они бухали с них. Ай, вэлдон, вэлдон. Как мне это нравится. Вот самое приятное действие здесь, это на самом деле мыть кружки. Не знаю почему. Наверное, из-за пузыриков они релаксируют. Что-то как-то дофига кружек. Так, у меня там уже посетители пришли, надо отвлечься, отвлечься. Я, наверное, отойду отсюда. Слишком много посетителей. Здравствуй. Ай, никого нету. А я-то уж переживать стал, что... Блин, а Эль надо заказать. Эль! Илюшечка! Илюшечка, привезите мне, пожалуйста, Илюшечку. Доставка мебель. Зачем мебель-то? Мне этот нужен ресурс. Десяточку давай. Вези. Срочно, у меня посетители уже... А, благо, они колбасочки захотели. Это радует. Держать по две колбасы. Вот. Все, в принципе, задание почти выполнил. О, еще пришли. Еще чуваки пришли. Здравствуйте. Кстати, надо вот этим вежливо сказать, что я их рад видеть. Репутация наша, все. Только не рыгайте мне в лицо. Колбасу и пиво. У меня как раз вот одна есть. И колбасочка. Держите. И конь приехал. Коль... Коль... Коль в пальто. Хотел сказать. Коль привез. Значит, будем пить. Опа. Карга приехала. Она еще и с дизлайком. У нее прям над башкой там дис висит. 50 кружек насервировать. Держи, подруга. Бабуль, что тебе надо? Что тебе надо вообще? Что там выперлось? Надо сковородку срочно купить. Все вы? Вы все. Освободили местечко. Что ты у нас тут с бедом стоишь? Что тебе надо опять? Баблишечка подкинуть? У вас не будет монетки для меня. Ваша светлость. Возьми немного монет. Отдать 15. А у меня сколько всего? Проваливает. Ну, давай... Ладно. Я ей дам эти 15 монет. Посмотрим. Может, она как-то меня благословит. Или еще что-нибудь. Спасибо, душенька. Я всем расскажу, что тут хорошо. Относится даже к тем, кто не может заплатить. Ну, ладно. Я даже ачивку за это получил. Хотя бы что-то. Она, конечно, меня не благословила, но... Какое-то умиротворение в душе, что ли, появилось? Вот это надо оттереть. Сейчас. Скидываем. Это тоже скидываем. И трем. Здесь же барышня сидела. Что-то насопливила. Ой, я и не видел. А колбаски-то у меня нет. Надо колбаски сейчас заказать. И вот, кстати, у нас уже 110 монет. Можно его лучше нигде не прикупить. Я хотел купить. Обязательно стол для блюд. Хоп. Ой, красивый какой. С белкой... С белкой... С белой простыночкой. Стол для блюд. Теперь вы можете складывать тут готовые блюда, чтобы, например, взять на поднос более нужный заказ. О, это здорово. Этого блюда не портятся, поэтому вы можете вернуться за ними, когда захотите. Здорово. Вот это я то, что хотел. Еще улучшение. Покупаем сковорода. Туалет. После нескольких элементов туалет может засориться. Он уже засрался? Я про него вообще забыл. Покупаем еще сковородку обязательно. Теперь у вас есть сковородка. Вы можете найти ее в меню инструментов. С помощью нее вы можете прогонять некоторых непрошенных гостей. Например, как бабка, которая у меня клянчила бабло. А, и стоп, 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 стоп. Доставка колбасы мне еще нужна. Давай на тридцаточку. Шесть колбасин. Вези мне. Я еще с грязной кружкой гоняю. А, вот сюда. Держите. А, колбасня скоро подъедет. Не переживайте. Вот, кстати, она. А, вот и колбас... О, там реально вонище. Как будто Шрек посидел. Не в смысле посидел, что у него седые волосы, а посидел в туалете. Тебе еще кружку? Нифига себе ты ненасытная барышня. Сейчас дам я тебе кружечку, не вопрос. На. Колбасочку теперь берем. И выкладываем. Прям всю. Ох, прям колбасочки захотелось. Прям такой вот это, с салями, знаешь, какой-нибудь. На, держи. Устала ждать уже, наверное, да? Тут мне кто-то оставил что-то. Вот мы сейчас и воспользуемся столом. Вот сюда я его выкладываю. Все, давай. Ты третью банку будешь бахать. Ничего себе там тёточка у нас забукала, походу. В запой ушла. Сейчас я тебе дам. На. Вроде уже румянец такой, да? Она готова. Колбасню. Берем, отдаем. Кому-то что-то еще. Ничего, никому. Просто убираем со стола. Салфеточкой потрем. И все чистенько. Такой, знаешь, поплюешь на стол и все оттирается. Никакие ферри не нужны. Даместосы там, порошки какие-нибудь. Опа. Приятельницы пришли. Девишник, что ли, у них? Готово. Два свежевылитых эля. Барышни по одному буду тащить. Это у меня что-то поднос забился. Подносик надо почистить сейчас. А вам колбасу... Сейчас. У меня как раз тут валяется. Игнать, готови. Держи колбасу. Кто-то тут сблевнул, что ли? Вот засранцы. Это я убрал. И налить еще одну. Еще одну кружечку эля. Когда там уже день закончится. Что-то я устал бегать. Я забегался от этого всего. Так, так, так. Вот вам, пожалуйста, сударь. Уже даже на беседы не хватает времени. Метелочку надо взять и вот это как-то оттереть. Вроде все хорошо. Следов-то сколько, сколько следов. Подсветим их. Чтобы ничего не пропустить. Нагаженность эту. Все ходят по одной траектории. И здесь тоже ходят. А сюда-то кто вышел? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, лошадь, что ли, насрала? Это так не убирается. В туалет тоже. Кто-то, видимо, в туалет не решился зайти. И нагадил прямо у колодца. Давай будем убирать, значит. Ой, плохо убрал. Прям в самую жижу попал, по всей видимости. О-о-о, нормалек. Интересно, что может метелка сделать для того, чтобы очистить испоржняющую яму? Непонятно. Тут тоже надо убрать. Готово. Что, вроде чистенько все. Туалет освежил. Монеточки, монеточки. Богаче стал я теперь. Колбасень тебе. Окей. Кружек, по-моему, у меня чистых уже нет. Сколько времени? 18. 18.27. Надо, короче, сделать так, чтобы наша таверна работала до семи. Хотя вся пьянщина, она заходит после семьи обычно. После рабочих дней. Вон, смотри, народу сколько прет. А что, куда вы ушли? Место тоже было. Вот за сранки. Ладно. Таверну прикрыл. Повод теперь заняться внутряночкой. Внутряночкой. Все, сейчас почистим, уберем. Помоем посуду, наконец-таки. И прислугу. Мне вот обязательно нужна прислуга. Ну, как прислуга? Я ей платить буду деньги. Это не совсем прислуга. Это работник. Ну, как вам? Колбаса то, что надо, да? Немножечко плесенью попахивает. Но ничего страшного. Значит, пойдем. Денег у нас 165. Мы можем себе позволить, во-первых, заказать с 10 эля, с десяток эля и с десяток колбасы. Это получится сотня, да? И 65 монет у нас останется. Окей. 65 монет. Барную стойку? Нет. Барную стойку не будем покупать. Мы знаешь, что купим. Нам нужна мебель. Вот столик нам один привези. У нас как раз 65 должно быть. Вот. Все деньги потрачены. Фух. Наверное, это глупо было с моей стороны покупать еще один стол. Учитывая, что я не успеваю даже обслужить те два. Вода у меня закончилась. Черт подери. Есть вода? Сейчас, конягула, я приду, очищу. Твою корзину. Давай шустрее ручками машем. Пляшем. О, все. Все кружки помылись. Получилось как-то быстрее, чем в прошлые разы. А еще мне нравится, как тут разгружается лошадь. Все так быстро. Вот это мы, значит, нарезаем. Выкладываем. Можно, в принципе, все это на стол положить. И еще нарезать. Ну ты посмотри, сказка. Надо было стол, на самом деле, где-то здесь поставить, чтобы все заходили, такие занюхнули. И мне колбасы, пожалуйста, так больше покупать ее будут. Пивко, точнее, эль, сейчас нальем. Денег у меня больше нету, поэтому мы сейчас быстренько подрыхнем и уходим работать. Кукареку, доброе утро. Пойдем открываться. Паутинку бы еще не помешало бы мне убрать. Таверна, открыто заходите все. Вон, кстати, уже идут. Лестница. Мне про нее, кстати, тоже говорили, что можно по лестнице как-то забраться на крышу. Но что-то как-то никак не выходит. Заходите, милости просим. Кстати, сковородка-живот у меня теперь тут. Я все хотела. Ого, как я мут... А ну пошли отсюда! Хамло! Меня хамлом назвали. Мужик, на тебе. А что вы ждете? На троих? Вам нужно на троих? У меня троничка нету стульчика такого. Стульчика-стольчика. Я только на двоих. Вы можете вдвоем сесть на один и один кто-то в забарную стойку. Почему нет? Они так не хотят. Ладно. Пускай стоят тогда. Тупят. Могли бы в другое заведение пойти. Нет, надо у меня стоять, да? Над душой. Опа, бабка пришла. А опять милостыню просите, а? Где там у меня оружие мое? Че ты хочешь? А ну и дуй отсюда. Похребту ей дал. Какой я неблагородный. Ну, по крайней мере, она мне дизлайк даже не поставила. Чуваки вдвоем пришли. Но мест нету тут, девчонки. А, подожди. Сейчас я уберу столик. Будет место. Не проблема. Заходите, парни. У меня же стол на две персоны есть. Я про это совсем забыл. Давай еще один установим. Вот здесь. В смысле? А, только здесь могу расставлять? А тут не могу. Как любопытно. Кстати, подожди. Это на три персоны? Это даже... Я купил стол на три персоны, даже не обратив на это внимания. Да. В тесноте да не в обеде, как говорится. Нормально. Опа. Тебя что, вырубило, что ли? Ничего себе. Деньги-то надо забрать как-то. Как-то ее разбудить вообще надо. Подъем. А куда ее положить? Мужики, подождите. У меня тут пьяная женщина. Как-то снесла. Вывезти из таверны. Сейчас, не вопрос. На задний двор. Вот так вот ее. Просто выкинул. Первый пьяный посетитель, которого я вывел. Не думал, что это будет девочка, если честно. Ребят, я понимаю, что вы все хотите чего-то. Но у меня ничего нету. А, нет, я наврал. Сейчас. Я вам дам. Я вам дам. Тебе. Вот вам надо. Втроем они сели. А я говорил про стол на троих. А он, оказывается, у меня был даже куплен. Вот я дубина старый. Медленно соображающий. Тебе тоже колбасу. Последние запасы раздаю, ребят. Это сейчас отмою. Мне еще кактус надо поднять. А то пьяная женщина его уронила. Еще в толчок надо зайти и посмотреть, как там все там у нас обстоят. Не падай. Ладно. Толчок воняет. О, тут ложечная срола. Там толчок воняет. Все понятно. Пойду разгребать. Еще же кружки надо помыть. Сколько у нас времени? Скоро будем закрывать таверу. Таверну. 17.38. Так, у меня 230. 250. Все, улучшаем таверну. И пусть весь мир подождет. Улучшить таверну до четвертого уровня. Расширение таверны. Новые клиенты. Новая мебель. Новая декорация. Уникальные гости. Новые события. Новое рабочее место. Опа. Рубка дров. Найти помощников. Я теперь смогу. Наконец-то. Я теперь буду варить супы, наверное. И готовить какие-то блюда. А, нет. Займы мне не нужны. Не-не-не-не-не. Гоблин, я с тобой не хочу связываться вообще. Иду, 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 иду. Я понимаю, что вы хотите срать, но надо было немножко подождать меня. Бинго. Все три как надо. В серединку. Заходите. Что-то вы как-то промо... Как-то вы не туда зашли. Эй, не надо за туалетом. Надо в туалет ходить. У-у-у, я пойду оттуда. Загазовали там всю местность. Барышня, вы до сих пор там серите, что ли? О-о-о. Звуки не из приятных. Вышло. Ну, по крайней мере, тут ничего не осталось. Следов жизнедеятельности этой барышни никаких. И нету. Вы узнаете, что случилось. Где еще случилось? Вот тут. Кажется, теперь у меня появился помощник. Найти первую. Феи, помощники. Ваше милое заведение привлекло диких фей. Теперь их волшебное дерево проросло у вас на кухне, и они смогут помогать вам по хозяйству. Для начала купите домик для новых фей. В меню лучше. Домик для фей? Вы что, с ума сошли? Я думал, обычные официанты у меня будут. У меня тут феи будут помогать. А, вот эти шарики светящиеся, это феи. Вон оно что. А я-то думал, что в лесу летает какая-то фигня. Думал, как-то это собирать надо. Занятие для феи. Каждую фею можно отправить и выполнять одну работу. Например, мыть посуду. Для этого использовать меню в дерево феи. По мере игры вы откроете больше специальностей и получите больше фей. Окей. Волшебная пыль для феи. Феи работают бесплатно, но хотят кушать. Феи питаются волшебной пылью. Вы должны регулярно покупать волшебную пыль в магазине и класть ее рядом с их домиком на дереве. Вон оно что. Найти первую фею. Зайду к себе в кабинет. Улучшение. Фея помощница. 200 стоит, офигеть. У нас следующий день, седьмой. Грязный пупок открывается, пока там все идут. Я быстренько на кухне сейчас пальпичу. Сделаю все, что нужно. Да, тут реально супы можно теперь в котле варить. Но нужны дрова. Собственно, будем еще и дрова рубить. Этим мы займемся чуть позже. Надо налить эльчики. Эльчики наливаем. Колбаски еще сейчас нарежем. Пивко разлито, конечно. Не обошлось без эксклюзивного пойла плохого. Вот. Его надо выкинуть. Кто-то там к нам пришел уже, да? И за колбаской заодно. Держите. Вот это я сейчас выкину. Не то выкинул. Не то выкинул. Посудину отмыть, а вот это выкинуть. Так, дальше. Дрова. Пойдем попробуем их порубить. Где только я вот без... А, ну вот. Есть топорик. Приступим. Сейчас мне это не нужно. То есть это еще по хотению. По моему велению. Я могу рубить дрова. Ладно. Зарабатываем бабки. Для домиков фей. О, о, вонючие посетители пришли. Повалите отсюда. Вы очень вонючие. А это что? А это кто тут? Это вонючие посетители пришли и насрали мне тут рыбой, картами какими-то. Уходите. Я прошу вас уйти. Уходи отсюда. Что тебе провалиться с твоей таверной? Мне нафиг тут вонючки не нужны. Посетители только отпугивать будете. Еще и наследили засранцы. И под конец смотри. Пожеванную колбасу оставили. Бумажек тут. Вот обосранцы. Оборванцы. Надо было их при входе сразу сковородкой отпугивать. Да, дамочка, дамочка. Сейчас я вам колбасинечку принесу. Я вижу, вижу, что вы хотите. Держите. А это вот сюда. Ого, кто ко мне зашел? Легендарный воин. С интересной мантией. Срочный заказ? Да, пожалуйста. Да поболтаем, может, что расскажешь. Ну, в любом случае, он ничего мне не сказал. Но я рад его видеть. Безумно. Приятно новых пассажиров встретить. Две колбасы? Пожалуйста. Куда, блювай? Че ты мне дизлайки-то ставишь? Ты офигела, что ли? Такая наблювала. Теперь еле отсюда укобыливает. И еще и дизлайк мне влепила. Скотина, а. Так еще и три кружки Эля выдула. Что за народ пошел? Так и пришли до свинства. Набухались и обрыгались. И недовольные ушли еще. Не буду в следующий раз продавать такое количество напитков барышням. За сегодняшнюю смену я заработал 285 золотых. Можно прикупить себе и фею. Фея-помощник. Купили. То есть мы прикупили домик, правильно? Где это дерево-то? Дерево. Во! И вот она фея. Сейчас мы назначим. Ее зовут Лилея. Дрова. Дрова вам нужны для разведения огня на рабочем месте. Вы можете рубить. Но это мы знаем. Возьмите топор, удерживайте и отпустите, чтобы нарубить. Дрова отнесите к рабочему месту. Можете также положить их в поленницу. Это мне все неинтересно. Я хочу посудомойку. Вот она будет мне мыть посуду. Отлично. Корм. Надо будет еще потом корм заказать ей. Ну-ка. Ты моешь мне посуду, да? Как-то странно она моет. Пойду воду принесу. Вода закончилась. Туалет пока в норме. Как же это хорошо, что у меня теперь есть посудомойка. Ну как, не посудомойка, а помощница, которая будет мыть посуду. Но так как это фея, можно сказать, что искусственный интеллект будет мыть мне посуду. Колбасень ты хочешь, да? Сейчас я ее отрежу, нарежу. Держи. Давай-ка посмотрим, что насчет порошка для феи. Их же кормить нужно. Пять монет золотых. Ну, два порошка возьмем и остальное мне. Вот таким вот образом. Сто соточку потратим на все это безобразие. А то у меня уже заканчиваются все ингредиенты. А вот и привоз. Забираем порошок, колбасу, эльф. И надо бы унитаз почистить еще. Ну что, феечка, я там корма тебе привез. Сейчас попытаюсь покормить. Корм подсыпем. Вот он лежит теперь у нее. И когда она захочет кушать, она обязательно это сделает. И поскольку у нас на дворе ночь, пришло время порубить дрова. Сейчас мы это попробуем сделать. Хит. Еще разок. Как-то тяжеловато это дело, но рубится. Вязанка дров. Мы можем это положить сюда. И еще нарубить. И сейчас, после того, как я нарублю еще одну вязанку, мы потащим это все к котлу. Только непонятно зачем, поскольку... Поскольку супы мы варить еще не умеем. Но тем не менее. Вот мы его туда затолкали. 10 из 10 это горшки. Мне нужно заказать новые товары, чтобы изготовить это все. А, сюда суп. Воду надо налить. Сейчас мы это сделаем. Суп у нас из воды жеварится, правильно? Готово. Остается только овощи, помидорки и все это в этом духе. Кто ничего не хочет? Конечно, хочет. Несмотря на то, что ночь, посетители все равно заглядывают. И, наверное, на сегодня это все. Мы прямо изрядно так потрудились. Пойду гляну, что в Максике у нас есть. Что по улучшениям у нас еще есть. Насчет котла, кстати. Я же котел хотел улучшить, поскольку добавится посуда. Но посуда это не кружки. Добавится посуда для супов. Вот это посуда. Вот такие вот чашечки добавятся. Я думаю, что нет смысла на это тратиться сейчас. Это однозначно. Крюки. Пока тоже не вижу смысла. Бар. Улучшение рабочего места. Больше посуды. Сиденье за стойкой. Вот насчет вот этого я бы... Да. Мне нужно больше 15 кружек. Склад. Мне пока незачем расширять. Котел тоже. Крюки. Мойка. Вот мойку мы бы улучшили. Но это будет в следующей серии. Пойду посмотрю, сколько кружек у нас теперь здесь. 20 кружек вместо 15, которые ранее были. И у нас значительно увеличилась стойка. О, молния как шандарахает там. Что, дождь пошел? Вот это да. Гром гремит. А у меня открыто. Если что, заходите. Фея пыльцу свою еще пока не трогала. Видимо, есть не сильно хочет. Ну что ж. По всей видимости, дальше у нас, я не знаю, Огромная куча фей будет трудиться на кухне, Варить супы, убираться тут. И все в этом духе. И как это будет выглядеть, Ты сможешь узнать только в следующей серии, Если поставишь лайк и поддержишь эту игру. Поэтому не забудь подписаться, Чтобы мне просить следующие ролики, На которых мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи. А я наконец-то хоть душ приму. Под дождичком и грозой. Субтитры сделал DimaTorzok